Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим книгу роман «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова. Этот роман называют социально-философский научно-фантастический роман. Он был написан в 1055-56 годах и роман стал первым в космическом цикле произведений Ефремова о будущем планеты Земля, вошедший в состав галактического Содружества цивилизаций Великого Кольца. И в романе две сюжетные линии. Первая сюжетная линия рассказывает о звездной экспедиции звездолета «Тантра», несколько лет находившегося в межзвездном пространстве под началом командира корабля Эргана Ора. Выполнив все задачи своей экспедиции к планете Зирда в созвездии Змееносца, которая погибла от радиационного излучения в результате неосторожных опытов местной цивилизации с ядерной энергией, звездолёт возвращается к Земле. Случайно на расстоянии двух световых лет от Солнца земной звездолёт оказывается в опасной гравитационной близости от неизвестной ранее тёмной звезды, светящей лишь в инфракрасном диапазоне. Героям романа «Такие звезды» известны под названием «Железных звезд», что не совсем совпадает с современным пониманием такого термина. Экипаж звездолёта предпринимает срочные попытки предотвратить катастрофу «Тантры». В результате командир звездолёта Эрг Ноор производит посадку на планету в системе этой тёмной звезды. Сканирование поверхности планеты обнаруживает там ещё два звездолёта. Первый из них пропавший много лет назад земной звездолёт «Парус», который был три экспедиции назад. И экспедиция была к Веге. Второй дисковый звездолёт – спиралодиск неизвестной цивилизации. Экипаж «Тантры» сталкивается с местной медузообразной формой жизни. Попытка исследования спиралодиска заканчивается драматически. Молодая астронавигаторка Низа Крит, спасая жизни Эрг Ноора, получает опасную для жизни травму. Звездолёт «Тантра» после тяжёлых приключений возвращается на родную базу в Солнечную систему и проходит санитарную дезинфекцию. После чего экипаж прибывает на Землю. Космические приключения звездолёта описаны Иваном Ефремовым очень подробно и захватывающе. И если не вдаваться в подробности, то кажется, что всё, что он описывает, реально осуществимо в реальности. Однако мы помним о том, когда был написан этот роман. И многие из технических предсказаний являются ляпсусами на текущий момент. Оставим критику романа на попозже. И перейдём к рассмотрению второй сюжетной линии, которая происходит на Земле. И начинается всё с представления новых героев романа. Например, такого как Дарветер, заведующий внешними станциями. Он обнаруживает у себя психическую болезнь, приступы равнодушия к работе и жизни. Что бы мы сейчас назвали эмоциональным выгоранием. Будучи не в состоянии справляться со своими обязанностями, он принимает приглашение своей подруги-историка Веды Конг поучаствовать в археологических раскопках Кургана Скифов при Алтайских степях. Тяжёлый физический труд избавляет Дарветра от болезни, а дружеские чувства к Веде перерастают в любовь. Любимая женщина Дарветра Веда ожидает возвращения из космоса командира звездолёта Тантра Эрганаура. А Дарветер, не находя выхода из сложившейся ситуации, отправляется на титановые рудники в Южную Америку. Одновременно физик Рен Босс из Академии пределов знания совершил научное открытие нуль пространства, которое позволило бы путешествовать быстрее скорости света и свободно достичь звезды Эпсилон Тукана. Для проверки теории ему необходимо провести рискованный эксперимент планетарного масштаба, который не получает санкции соответствующего советы планеты Земля. Несмотря на запрет, Мвен Мас, сменивший Дарветра на посту заведующего внешними станциями, помогает Рен Боссу, совершая таким образом должностное преступление. Эксперимент завершается катастрофой. Рен Босс тяжело ранен, орбитальная установка спутник 57 разрушена, добровольцы, участвовавшие в эксперименте погибли. Это были четыре наблюдателя со спутника 57. Тем временем собирается совет звездоплавания, на котором происходит частичное оправдание эксперимента Рен Босса, доказавшего факт наличия нуль пространства. В результате Рен Босс полностью оправдан, Мвен Мас лишен права занимать ответственные должности, но освобожден от ссылки на остров забвения. Обсуждают на совете результаты звезды экспедиции Эргоноора, обнаружившие обломки дисколета вне галактического происхождения. Это очень короткий пересказ сюжета романа. Роман написан в 1956 году, когда во всем мире успехи ядерной физики, которые отразились в создании ядерных реакторов, ядерного оружия, породили своеобразную эйфорию. Разрабатывались проекты глобальных преобразований природы с помощью мирных ядерных взрывов. Предвлекался полный переход к ядерной энергетике, который, казалось, сулил лишь огромные выгоды. Принципиальная опасность ядерной энергетики лишь недавно стала предметом внимания ученых. В романе первое, с чем встречается читатель, мертвая планета Зирда, погибшая не от ядерной войны, а от неразумного пристрастия ее жителей к использованию энергии ядерного распада, неизбежно сопровождающегося загрязнением окружающей среды долгоживущими радионуклидами и нарастанием уровня фоновых ионизирующих излучений. Роман «Туманность Андромеды» является классической коммунистической утопией о далеком будущем, не исключающей социальные противоречия. Автор фокусирует внимание на социальных и культурных аспектах общества. Описываемое в романе общество автор предпочитает считать идеальным. Но в то же время, в романе отражена попытка показать конфликт общества и ученого добровольного, принявшего наказание за свой рискованный научный эксперимент, причинивший значительные разрушения. Описывая свой мир, автор придает большое значение моральному развитию социального общества. Люди будущего стали более рассудительными, психически здоровыми, а также стрессоустойчивыми. И они научились использовать все свои силы, ранее задействованные для разрушения, в созидании и преобразовании мира. Несмотря на все достигнутые блага существования для конкретного жителя, на планете существуют преступники, нарушающие общепринятые планетарные законы. На планете Земля в целях решения этой проблемы создана всепланетарная тюрьма. Остров забвения. Для изоляции преступников разного рода. Кроме того, автор в романе показал эпизод, описывающий битву экипажа могучего звездолета Тантра с инопланетными существами-хищниками на родной планете хищников. С ее повышенной гравитации и в целом непригодной для жизни землян. Из непосредственных научных предвидений романа можно отметить следующее. Предсказанное использование ионных двигателей в том числе дано важное предсказание того, что эти двигатели меньшей тяги будут использоваться для полетов в пределах планетарных систем. Предсказан борозон или бор. Самый твердый синтетический материал на основе бора по твердости близкой к алмазу. По сути, под свойствами аномизона описаны свойства кварк-глюонной плазмы. Технических ошибок в романе много. К ним в частности можно отнести ошибочное, имевшее место тогда в науке объяснение красного смещения старением света. Неверное представление об ускорениях внутри и вне гравитационных полей, противоречащее принципу эквивалентности общей теории относительности и другие. В частности, в романе «Аномизонные двигатели разгоняют корабль до 5-6 скорости света» за 55 часов. 55 часов ныли стены корабля от вибрации аномизонных моторов, пока счётчики не показали скорости в 900 миллионов километров в час. Это означает, что корабль 55 часов подвергался ускорению порядка 129G. Такая гигантская перегрузка приверла бы к немедленной гибели всего экипажа и разрушению звездолёта. Максимальная перегрузка, которую без потери создания и на краткое время может выдержать хорошо тренированный человек, составляет всего около 10G. Лежащий человек выдерживает перегрузку около 25G. В этом видео мы с вами пробежались по книге «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова. Если у вас есть какие-то замечания, оставьте комментарий. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, а в нём все уведомления. Поставьте лайк. На этом я с вами прощаюсь, желаю всяческих успехов и до новых встреч.